Ваша свобода это свобода вот именно в рамках конституции или на самом деле где-то внутри вы думаете, что парлоуправ, он не конституционен, он говорит, что вообще отстаньте от нас. Мы киберпространство, это место, где вам не место. По мне тогда, что государство это в текущий момент уже может быть архаричный такой институт, но, конечно, общество не готово отказаться от этого института ни в коей мере. И онлайн был такой вот криптоанархией в свое время, до вступления в силу этих всех законов. Это такой был свободный именно утопичный мир. Но туда, к сожалению, пришло государство и стало как вот слон в посудной лавке, да, все крушить, ломать. Я один из сооснователей общественной организации «Русском свободе». Мы запустились 1 ноября 2012 года в день вступления в силу первого закона, который внес жесткое регулирование интернет-пространства, так называемый закон о черных списках сайтов, который легализовал внесудебные блокировки интернет-ресурсов. И мы решили сделать такой вот проект, общественный проект, асимметричный такой ответ со стороны общества действием со стороны государства, да, таким жестким действием по отношению к интернету, к ведению фактически цензуры. Ну да, вот как раз про жесткое, да, то есть этот закон, насколько я помню, или насколько я знаю, 139, да, вы имеете? Ну первый, да. Он изначально был по защите детей, правильно или нет? Да, он был принят под эгидой защиты детей, но это в принципе во всем мире, когда власти хотят провести какую-то жесткую регуляцию, неважно в какой сфере, да, в данном случае в сфере интернета, можно прикрыться какими-то такими светлыми лозунгами, светлыми эгидами, да, защита детей, защита терроризма, защита правообладателей, эцетера. И поэтому под такими красивыми, красивыми идеями можно проводить жесткие какие-то регуляторные меры, которые вроде как общество бы воспринимало нормально. А, ну вроде нас защищают от терроризма, а вроде это ради защиты детей, но на самом деле, де-факто, это вовсе не так. Что такое свобода вообще, кстати? Свобода вообще. Ну свобода это когда ты можешь делать, что ты разумеешь, но основываясь на каких-то законных нормах, принятых в твоем социуме, в твоем обществе, в твоем государстве. И в принципе то, что у нас обозначена Конституция, те права и свободы, они довольно-таки адекватны. Другое дело, что они, к сожалению, в нашей стране все меньше и меньше соблюдаются. И то, что там прописано, они в принципе соответствуют тем внутренним пожеланиям каждого человека быть услышанным или получать информацию, защищать себя, своих близких и при этом быть под защитой государства. Но сейчас весы немножко качнулись в другую сторону, и безопасность государства намного больше хочет отобрать у нас вот этих свобод под эгидами защиты нас от каких-то внешних или внутренних угроз. И это довольно неправильно. Ну да, но значит так, вот свобода по-вашему, то есть да, по-вашему, это ну просто действительно делать все, что угодно в рамках Конституции? Ну не в рамках Конституции, просто я сделал пример, что у нас Конституция довольно-таки хорошо прописана, да, права и свободы. И в рамках закона, да, и делать это не навредя ближним своим. Просто если в рамках закона, то закон 139 или закон? Да, но наши законы противоречат Конституции, Конституция всегда выше, поэтому мы считаем, что эти все законы, которые 139 и последующие, которые были приняты, их уже десятки, можно говорить о них очень долго, часами, все они противоречат Конституции и антиконституционные. Это говорим не только мы, это говорят множество общественных правозащитных организаций, IT-отрасль об этом говорит, еще на момент их обсуждения на различных площадках об этом говорила, что они экономически вредны и противоречат основному нашему закону. Поэтому мы считаем, что эти законы неправомерны, неправомерны. Вот сейчас, я почему спрашивал про свободу? То есть, в рамках свободы сделать все что угодно, в рамках Конституции. Ну, в рамках Конституции, правильно? Ну да, почему нет? Можно с этой точки зрения сказать. То есть, у нашей Конституции не так плохо? Хорошо, я согласен, наверное. Просто мы ее не знаем, потому что она не соблюдает. А так, если бы мы ее знали, мы бы сказали, что у нас прекрасная Конституция. Я спрашиваю, знаете почему? Потому что есть еще другая свобода. Есть Джей Барлоу, который написал Декларацию независимости киберпространства. Есть такое, да. Ваша свобода, это свобода вот именно в рамках Конституции? Или на самом деле где-то внутри вы думаете, что Барлоу прав, он не конституционен? Он говорит, что вообще отстаньте от нас. Мы киберпространство, это место, где вам не место, вам воротим и так далее. Все, мы ушли сюда и так далее. Это не было ли ориентиром у вас когда-нибудь с этой декларацией? Да, прекрасный человек. К сожалению, ушел от нас. Представлял, он в свое время основал Electronic Frontier Foundation, организацию, которая является крупнейшими цифровыми правозащитниками в мире, я бы сказал так. Да, безусловно, но я просто, я уже, может быть, у меня такая деформация некоторое восприятие, так как я имею дело там с государственными структурами, с общественными организациями, я уже работаю вот в рамках парадигмы вот какого-то оффлайн мира, вынося вот проблематику онлайна в оффлайн, да, и поэтому сталкиваюсь как бы с этим. А так, безусловно, мне очень близок там какой-то там киберпанк или, как говорят, криптоанархизм, да, эта идеология мне тоже довольно-таки близка, да, я сам по себе тоже свободолюбивый человек и, можно так сказать, пытаюсь убить в себе государство. Вот, это по мне тогда, что государство это в текущий момент уже, может быть, архаричный такой институт, но, конечно, общество не готово отказаться от этого института ни в коей мере. И онлайн был такой вот именно криптоанархии в свое время, до вступления в силу этих всех законов, это такой был свободный именно утопичный мир, но туда, к сожалению, пришло государство и стало как вот слон в посудной лавке, да, все крушить, ломать, не зная, как все устроено, не зная, как устроено не только там бизнес, там, общественные связи, но с низового уровня, с инфраструктуры, не зная, как вообще, как все это происходило, как происходило становление интернета, как все там взаимосвязано. И, конечно, такие действия государства, часть общества еще больше загоняет в такую, в анархическую такую свобода изъявления, и что приводит зачастую в том числе уже и к штрафам, и к посадкам, да, когда ты пытаешься своей мысли преобразовать цифровую форму и на всеобщее обозрение их представить. А другие, говоря об этом, соглашаются, ну не то, что соглашаются, они как бы такие более становятся равнодушными, понимая, что что-то происходит, что-то не так, но они не готовы действовать и смиряются, смиряются, наверное, больше такая форма. Ну хорошо, приняли закон, но он все равно, я все равно найду инструмент, как его обойти, там, обойти цензуру, но никто не готов к каким-то активным действиям, и это больше даже касается, ну и граждан в том числе, но и бизнеса. Мне, конечно, грустно смотреть, как наша IT-отрасль умирает и не готова отстаивать, лоббировать, эффективно лоббировать свои права, а права отрасли во многом коррелируются с правами пользователей, с правами их клиентов, клиентов этих сервисов и служб и сайтов. И поэтому грустно смотреть, как не только общество смиряется с этим, но и как продвинутая часть бизнеса, цифрового бизнеса тоже готова плюнуть на все это, плюнуть на страну и уехать. Проще открыть бизнес за рубежом, либо сориентировать свои мощности на предоставление своих услуг для зарубежной аудитории, чем здесь разбираться в судах, чем спорить в Государственной Думе, на каких-либо площадках, видя, что все это безразультативно. Да, это не то, что нельзя, это бесполезно. Ситуация такая, что это бесполезно. Есть какие-то, вот я говорю, вот вы назвали юридическую службу, окей, она работает, вы рассказываете, как обойти, окей, мы тоже рассказываем, мы про это поговорим. Была инициатива тоже от вас, от Агоры, я не знаю, от кого исходила, но это логично. Когда блокировали Telegram, когда бизнес проданул, вы блокировали же, у Telegram работал, понятно, все смеялись, это не смешно, потому что у меня не работало там три или четыре основных моих площадок. Люди должны подавать в суд. В Америке подал бы, иски полетели бы просто сотнями, тысячами, и вы предлагали, приглашали людей, давайте писать обращение. Чем закончилось? Ну, их отправили обратно, эти обращения, суд даже не принял к рассмотрению коллективную жалобу, от 37, по-моему, пользователей мы собрали доверенности и заявления, которые они подали в отношении Telegram и Суцкого, и просто даже не принял к рассмотрению. И это ник, не точка. Конечно, мы будем дальше идти в вышестоящие суды, и в дальнейшем, конечно, наша цель выходить и в ИСПЧ, и на какие-то международные площадки. И там уже коммуницирован ряд дел в отношении блокировок сайтов, и наше дело, и дело Агоры в отношении вот этих ковровых бомбардировок, но еще которые шли до Telegram, что задевали IP-блокировки, задевают вполне недобропорядочные интернет-ресурсы. Да, это первый там был иск, уже коммуницированный ИСПЧ, и второй иск уже по конкретным сайтам, в том числе по нашему сайту, в свое время состоялось судебное решение. Анапский городской прокурор подал в СССР, где-то, по-моему, в 16-м году, если не ошибаюсь, что наша страничка инструментарий должна быть запрещена в России из-за того, что с помощью этих инструментов, по которым мы говорим, там VPN, TOR, анонимайзеры, можно зайти на экстремистский, там даже была указана какая-то определенная книга экстремистская, там Абу, Хабиб какой-то, там вот с помощью этой нашей странички можно зайти на вот эту книгу почитать. Это вот такое конкретное было судебное решение, мы его безуспешно оспаривали в Краснодарском кривом суде, и вот он уже наш иск коммуницирован ИСПЧ, наряду с другими сайтами, там Каспар, в грани, и так далее. Нас в итоге не заблокировали, мы были внесены в реестр запрещенных сайтов, но без блокировки, да, то есть, например, в таком же режиме до сих пор находится Википедия, она внесена в реестр, если вы не знаете, еще в 2012 году. Так, нет, там много всего там. Так я не блокировал, я блокирую буквально несколько часов, но по другому судебному решению. То есть, какой-то момент, конечно, заблокируют. То есть, вы до сих пор там, да? Нет, мы не до сих пор там. Мы сделали лайфхак. Мы запросили у Минкомсвязи, подали туда документ Минкомсвязи, официальный запрос, являются ли инструменты, такие как VPN, Tor, Anonymizer и прочие, запрещенными в России, это первое. И второе, является ли информация об этих инструментах, запрещенной к распространению. И от Минкомсвязи пришло там многостраничный документ, где они описывали каждый инструмент подробно, нашими же терминами, то есть, VPN, это то-то, то-то, то-то там. Потом, Anonymizer, это то-то, то-то, то-то. И потом, после этих всех перечислений, они говорят, нет, не запрещено, ни они, ни информация о них. Мы просто встроили вместо инструментов, которые мы говорили, да? Этот документ Минкомсвязи встроили в эту страницу, и Роскомнадзор это удовлетворило. Ну вот, в общем, да, вот это такая милая, милая борьба, и главное, что она срабатывает хотя бы иногда. Ну, надо, мне кажется, с улыбкой, конечно, к этому относится, что иначе можно повесить. Теперь запрещенное, мне кажется, можем запрещенную информацию давать. Что бы вы посоветовали сейчас из VPN, прокси, в тот же фридгейт и так далее? Ну, бесплатно, к сожалению. Но это не запрещено, это вовсе до сих пор, да. Многие путают, да, в СМИ прошла информация, что 1 ноября, да, долго это тоже обсуждалось, вступая в силу закона, так называемого, запрете VPN. На самом деле не так. Закон не о запрете VPN, да, а закон о жесткой, опять же, регуляции прокси-системы, в том числе VPN, там, анимайзеров и прочее, но их обязывают подключаться к реестру запрещенных сайтов, чтобы они фильтровали. А вот те, кто отказывается фильтровать... Сейчас фильтровали, то есть не пускали на запрещенные сайты? Да, подключались к этому реестру не только операторы связи, но и VPN, например, провайдеры. Вот, встает вопрос. Но закон, к счастью, до сих пор не работает из-за того, что там до сих пор не подготовлены под законы акты, нет регламентов, это во-первых, а во-вторых, в нем прописана очень длительная процедура подключения этих VPN к реестру запрещенных сайтов. Там должен быть сначала запрос от ФСБ или ФСО или от МВД прийти к Роскомнадзору. Роскомнадзор не имеет права самоинициировать процедуру взаимодействия с VPN. И дается VPN 30 рабочих дней для подключения к этой системе, либо отказа от подключения. В случае отказа, вот только в этот момент они должны быть заблокированы. Поэтому вовсе не использование VPN, не информация о них не является в России запрещенной до сих пор. Пока. Да, да. Поэтому, чтобы посоветовать, у нас создан специальный интернет-ресурс vpnlove.me, на котором мы сконцентрировали несколько надежных VPN-сервисов, которым доверяют международные цифровые правозащитные группы, такие как в том числе Electronic Frontier Foundation, Access Now и так далее, и которые прошли через наш технический аудит, через аудит нашего технического директора в том числе. И вот мы готовы доверять этим VPN-провайдерам, потому что не все VPN одинаково полезны. Многие могут собирать информацию в личных целях для передачи третьим лицам, в том числе не только спецслужбам, например, но и коммерческим организациям, либо мошенникам, которые могут манипулировать вашим трафиком и проникать в него. Поэтому я бы больше доверял именно платным все-таки VPN, которые прошли через аудит вот таких правозащитных организаций, наши или каких-то других. Бесплатные VPN опасны. Опасны, что они, ты не знаешь, что они будут делать с твоим трафиком. Тор, ну не VPN, Тор, тут же Фригейт. Фригейт я бы не рекомендовал использовать. Он подсовывает рекламу, и мы не рекомендуем его использовать, но на страх и риск каждого человека. Нам он не совсем нравится. Смотрите, заморачиваться с подключениями педричей, платить деньги, ну там кто-то захочет, но это нет. Вот из двух зол убирают меньше. Вот меньшее зло. Тор? Ну, Тор можно использовать, в принципе, да, но многие сайты не пускают через Тор к себе. Например, та же Википедия подозрительно относится к трафику, исходящему из Тор, да. Хотя, с другой стороны, там открыли, энтузиасты открыли Википедию в доменной зоне Onion, то есть внутри Тор уже открыты клоны Википедии, да. Но это не официальная версия, это сделали энтузиасты сами по себе. Да, там открываются у представительства крупные, и в том числе социальные сети. Фейсбук открыл свое представительство в Onion зоне, например. То есть все Тор, да, остановится, или что-то еще, может быть, 3-4 совета? Ну, есть, да, плагины к браузерам, безусловно, можно их использовать, но, опять же, я бы внимательно смотрел на разработчика и смотрел, что происходит, потом какие-то происходят манипуляции с вашим трафиком или нет. Это даже можно заметить, что у вас где-то начинает появляться реклама или что-то притормаживает, что-то происходит не то. Значит, это может зависеть от плагинчика, который вы установили. Значит, есть на первом месте то? На первом месте VPN. Я бы поставил на мерзке, есть VPN, это инструмент, это же вы получаете не просто обход цензуры, VPN это вообще не про то, да. В первую очередь, этот сервис, эти сервисы призваны защищать ваш трафик, зашифровать ваш трафик и уже, как такая дополнительная опция, ты обходишь государственную цензуру и выходишь в открытый мир. Все-таки VPN на первом месте. Нет, я и говорил, по VPN все будет платно, и мы откладываем пока в сторону. Из бесплатных все-таки, значит, то. Ну, можно, да, но он будет стоить, наверное, так же примерно, чтобы аренда серверной мощности. Более безопасно, на мой взгляд? Ну, когда ты делаешь своими руками, конечно, да. Ты не знаешь, кто там на сервере, что там на сервере? Да нет, в принципе, если ты готов сделать VPN, если ты готов арендовать мощность, начать настраивать этот сервер, значит, либо ты, либо с кем ты это делаешь, обладает определенными техническими знаниями, которые может проверить, что идут манипуляции с твоим каким-то трафиком мимо тебя или нет. Тоже достаточно такое очень быстрое и короткое. Я человек хороший, не совершивший преступлений, христианин верующий, но понимаешь, что могу сесть в любую секунду. Что вам советует человеку? Какие-то пять действий, которые нужно предпринять, чтобы не сесть в любую секунду? За пост, за репозу, да? Пост, репозу, что угодно. Как обезопасить себя? Первое, не писать ничего во ВКонтакте, что может быть расценено властями под подозрительной информацией. Потому что, на самом деле, 99% уголовных и административных дел за постинг-репостинг идет из ВКонтакте. То есть, это самая дружелюбная к правоохранительным органам и спецслужбам социальная сеть, которая не требует формальных каких-то бумаг. Звонковое право там очень широко развито и в минуту выдает все твои данные. Поэтому, если ты хочешь поделиться своими какими-то глубокими мыслями, то используй какие-то другие социальные платформы. Если окунуться в старый живой журнал, Facebook, может еще где-то какие-то другие социальные сети, но не ВКонтакте. ВКонтакте, конечно, использовать опасно. В меньшей степени. Но я не знаю, насколько это совпал тренд. Просто тренд растет по годам. И если бы был бы Дуров здесь, надо было бы еще посмотреть, как бы он поступил. Но, наверное, он уехал в другую страну, открыл другой сервис, чтобы избежать этого звонкового права. И он понимал, что либо одно, либо другое мы надо выбирать. Либо сотрудничество с ФСБ, либо закрывать свой бизнес здесь. Использовать шифрование, доверять в первую очередь сайтам, которые используют шифрованные протоколы, HTTPS, смотреть. Больше половины, но не все. Больше половины трафика идет уже за шифрованными, это прекрасно, но не все далеко. Использовать VPN, Veracrypt, если у вас есть какая-то конфиденциальная информация для рабочих процессов, для общественной деятельности, для политической деятельности, то, конечно, надо шифровать диски, шифровать систему, использовать мессенджеры, которые, кстати, еще один из инструментов, это Signal мы используем, защищенный мессенджер, когда нужно передать какую-то конфиденциальную информацию. Речь даже не всегда идет про спецслужбы, речь об обычных кибермошенниках, которые также охотятся за вашей финансовой или какой-то другой конфиденциальной, личной информацией, информацией о вашем окружении. Когда вы взаимодействуете с кем-то, вы должны отдавать себе отчет, что вы защищаете не только себя или не защищаете только себя, но и свое окружение, своих коллег, своих родных, близких. Когда вы передаете что-то по открытым каналам, чувствительное для вас, для вашей семьи или для вашего бизнеса. Поэтому, конечно, надо защищать себя, защищать себя в цифровом мире. И на нас охотятся и корпорации, и мошенники, и государства. И от этих всех различных структур надо уметь себя защищать, защищать свои данные. То, что вы назвали, это, в принципе, все, да? Ну да, наверное, вот эти основные советы, да, да. И, скорее всего, я не сяду. Не могу дать вам гарантии. Есть заказные дела. В большей части я согласен, что это такая случайная выборка, когда нужно для повышения статистической отчетности прокурор либо представитель следственных органов смотрит, открывает ВКонтактик, по своему региону сортирует людей, смотрит то, что написал, особенно там любит свастика, либо что-то еще. И наполняет свою статистическую отчетность. Никакого внимания к тому, что ты это за личность себя представляешь. Но иногда есть, да, политический заказ, заказы на представителей общественных организаций. Такое тоже есть. Такого рода судебные дела тоже есть. Ну да, то есть, в общем-то, не убережешься, но хотя бы как-то можно. Вообще, это очень удобная вещь, кстати, для полицейских. У меня друг, например, полицейский, у них там план на содержание пьяниц. И он говорит им ужас, мне приходится ездить, жалко этих, но у него план, ну что не поделаешь. И тут тоже план, мне надо никуда ездить. А здесь приятнее. Ты здесь никуда, сидишь в тёплом кабинете, завариваешь себе чаёк, кофеёк, заходишь на порносайт, и выбираешь 10 рандомных сайтов, отправляешь в суд, и у тебя ещё, твоим внукам ещё хватит по 10 сайтов в день заносить для блокировки, например. В общем, вы мешаете, конечно, государство сильно. Ну, вы и мы все вместе мы сильно мешаем. Если к Телеграму вернуться, была история, вот я заговорил когда про Барло, про то, что это декларация независимости, с появлением, на мой взгляд, киберденег, с появлением блокчейн, когда начал рулить, даже не столько деньги, кстати, с появлением блокчейн, мне показалось, что действительно появляется вагуна, куда могут уйти. Вот вы к криптовалюте, как относитесь, есть шанс, что она действительно может свалить в основную валюту и стать свободным местом? Ну, безусловно, мы относимся положительно и к технологии блокчейна, и к криптовалютам. У нас даже есть компания за легализацию криптовалют в России, и мы предлагаем вывести их из черной или серой зоны и предоставить легальные инструменты для пользователей, для бизнеса, чтобы их могли использовать все граждане России в том числе. да, возможно, они представляют собой угрозу обычным старым деньгам, но всегда, когда что-то внедряется новое, приходят автомобили, он уничтожает бизнес-повозчиков, извозчиков. Здесь не просто бизнес, он уничтожает, он может свалить мировую систему, экономическая, вся экономическая Россия. Но, когда появился ICO, то есть, пока не было ICO, все было, ну, какая-то развлекуха, пиццу покупали на биткоины, когда появился ICO, прямой конкурент IPO, в общем-то, стал ясно, что тут уже появляется новая экономическая модель, которая валит вообще существующую экономическую модель со всеми ее государствами, с границами и так далее. Ну, да, да, согласен. Это такой первый шаг, и это логичный шаг появления, что у такого цифрового мира появилась своя такая технология, позволяющая обменивать товары на деньги в цифровом пространстве построенной по своей новой технологии. Да, это нечто большее, чем просто автомобиль, возможно, да, но и государства делают сейчас, каждый по-разному, да, предпринимает различные усилия, либо задавить это в зародыше, но это вряд ли возможно сделать, это можно только оттянуть момент, да, оттянуть момент, вот сейчас наше государство оттягивает момент принятия, да, то есть они не готовы принять, что это все-таки как факт уже есть, что пользоваться это, в принципе, можно, и делают многие пользователи, используя, да, вот эти технологии блокчейна, и криптовалюты в той или иной степени, это еще пока не массовая история, далеко не массовая, в первую очередь, из-за, конечно, такого вот, наверное, детских болезней, да, только когда технология появляется, у нее много там и плюсов, и минусов, и минусов, и большой это, конечно, это волатильность курса, и поэтому боятся туда многие приходить, и, как показала практика, может быть, и правильно делают, да, то, что у нас сейчас курс был двадцатка, двадцать тысяч, сейчас у нас стало семь, восемь тысяч, то есть, в принципе, да, это еще такие детские болезни роста, и поэтому и инвесторы, и частные инвесторы, и бизнес еще так подозрительно к нему относятся, но тот бизнес, который готов использовать эту крипту, использовать эту технологию, ему в России пока путь закрыт, да, поэтому многие и открывают, и уходят из России, в том числе, чтобы использовать какие-то более современные технологии, и не быть под риском быть осужденным или наложения огромных штрафов. Последний вопрос тогда про все-таки сферезадачу какую-то, вот, даже, знаете, как смесь сверхзадачи Роскомсвободы и того, как вы видите ситуацию, вот, когда принимали этот 139-й закон, еще было, я так понимаю, совершенно другое было в головах у людей, еще даже представить себе было невозможно, что такое начнется, вот то, что началось сейчас с блокировкой, не с блокировкой Телеграма, а с блокировкой разломованием Рунета. Мы представляли. Да, мы говорили, что это не первый, не последний закон, что это все, в принципе, по нашим прогнозам, кстати, все и пошло. Мы говорили о том, что потом появится антипиратский закон, и он появился в 2013 году, следом появится закон о политической цензуре, он тоже появился в конце 2013 года. Это все логично просматривалось, что одними категориями, там, защита детей, от детской порнографии, от наркотиков, от суицида, это не ограничится. Потом законодатели войдут во вкус и придумают себе еще множество других категорий запрещенной информации, что впоследствии появится закон о слежке за гражданами в интернет-пространстве, пакет яровой, да, который вступает в силу вот 1 июля уже совсем скоро. Это тоже все логично прогнозировалось. Потом прогнозировалось, что будут законодательства по регулированию инструментов доступа к запрещенной информации, появился закон о VPN-анонимайзерах, о мессенджерах законах. Это тоже логически все просматривалось. Сейчас у нас как бы такой прогноз, что должен появиться закон, который бы каким-то образом наказывал пользователей за попытку доступа к запрещенной информации. Это тоже продолжение этого ряда. Но нет, он же и VPN запрет. Нет, тут наказания для пользователей нет. Есть наказание для владельцев VPN-ов путем блокировки этого сервиса, да. Ну да, следующая стадия. А следующая стадия, когда будут наказывать самих людей. Это тоже логично прогнозируется. Это может быть даже не в этом году и не в следующем, но если продолжится этот тренд, обязательно будут такие законы, которые наказывают бы самих пользователей. В связи с этим именно, да, в связи с тем, что происходит, что вы не переставите этим заниматься? Потому что мы видим несправедливость, мы видим нарушение прав, мы пытаемся расшевелить общество, расшевелить отрасль. Вообще, вот сверхзадача — это построить эффективный институт лоббирования прав пользователей со стороны общественных организаций. И подзадача — это построить эффективное взаимодействие с интернет-отраслью. И вот такая связка общества и отрасли может дать эффективную синергию для эффективного лоббирования интересов IT, интересов интернета, интересов медиа, как, например, это происходит в Америке. Именно связка Кремниевой долины и цифровых правозащитников помогла успешно остановить внедрение ряда жестких законодательных норм. Например, СОПа-Пипа — это известные законы, которые не прошли в Сенате и в Конгрессе именно из-за того, что Кремниевая долина стала против именно в связке с общественными организациями, в первую очередь с цифровыми правозащитными группами. Вот это наша сверхзадача. И мы пытаемся это взаимодействовать. Конечно, в текущей ситуации это делать довольно-таки тяжело, но мы все-таки разговариваем и проводим и различные конференции, и круглые столы, и вроде как все друг друга понимают, но согласен с вами, что это по факту неэффективно получается. То есть по факту законы у нас принимаются, как и принимались, с такими же негативными и для отрасли, и для пользователей формулировками. Мне интересна мотивация тогда лично ваша. Мотивация человека, который... Но мне не безразлична. И более того, стена, знаете, как в Звездных войнах, она вот так вот сдвигается и сдвигается там. И ты там трубу уставить, бесполезно, а трубу сдвигаться. Но пока мы есть, значит, мы нужны. Значит, мы нужны кому-то для оказания, например, той же юридической помощи. У нас есть в том числе успешные кейсы, когда мы в вышестоящих судах добивались разблокировки сайтов, которые были заблокированы, например. Мы добились освобождения Дмитрия Богатого, который был... Ваш? Да, это один из адвокатов. А, ваш адвокат. Да, наш адвокат Аркист Драбинян, он был один из адвокатов Дмитрия. Вот мы ради вот таких дел, успешных дел, которые все-таки даже в российском правосудии имеют место быть, просто надо наращивать усилия. И мы в том числе поэтому и говорим, и бизнесу, и пользователям, и владельцам сайтов. Понятно, что шансы, может сказать, не так высоки, но если давить, если идти туда, то можно как-то поменять ситуацию в свою сторону. Если не идти и ничего не делать, ты так и останешься на том месте, на котором ты находишься. Наверное, вот эта мотивация есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова